Дорогие друзья, я, вы знаете, должна сказать, что вот я сегодня почувствовала, вот как будто я действительно собираюсь на встречу Моментума, как будто действительно ожидает зал, как будто действительно ожидает вот это прекрасное общение до и после урока. Я почувствовала в себе то же самое волнение и то же самое ощущение праздника, которое у меня есть, когда я прихожу преподавать, когда зрители сидят в зале. И не зрители, участники, потому что в этой жизни мы с вами не зрители, мы в этой жизни участники. И Суккот, наверное, это самый главный еврейский праздник, в котором вот это ощущение собственного участия присутствует больше всего, потому что в каждом празднике он есть, но есть вот это ощущение. Но Суккот в чём-то очень и очень особенный праздник. И я должна сказать, что в этом году, по-видимому, Суккот действительно как нельзя лучше соответствует тому сложному положению, в котором мы все, и евреи, и всё человечество в разных уголках мира оказались. Дело в том, что в Суккот мы с вами перемещаемся из тёплого, уютного, устроенного дома. Суку? Что такое сука? Шалаш? Хижина? Какая-то постройка, которая далеко не всегда работает как надёжное укрытие. У суки есть крыша, созданная из веток, и между ними видно небо, лучи солнца попадают туда, а если идёт дождь, то дождь будет проникать в суку. Стенки суки совершенно не каменные, совершенно даже не какие-то надёжные, может быть, из толстого дерева. Нет, это либо фанерные стеночки, либо ткань, натянутая на каркас. Что мы всем этим символизируем? Происходит здесь что-то удивительное. Начало осени – это обычно всё-таки время, когда люди выходят из летних жилищ и помещаются в какие-то более надёжные, более тёплые жилища. А у нас с вами всё наоборот. Как раз в этот сезон мы на целую неделю выходим в это странное жилище под названием сука. Что мы хотим этим показать? Прежде всего, мы хотим показать Всевышней всё в твоих руках. Вот мы как есть. Мы надеемся не на камни, не на шифер, не на черепицу. Мы надеемся на тебя. И вот мы такие, как есть, вот в этом шалашике, вот в этой суке. И, наверное, многие согласятся, что вот этот период, который мы с вами переживаем уже полгода, многие больше, 9 месяцев, этот период карантина, период каких-то очень сложных изменений, почему-то либо все дома, либо те, с кем мы привыкли быть рядом очень далеко. Масса каких-то ужасных сложностей. И самое сложное, наверное, что есть в нашем положении, это то, что мы не можем слишком далеко планировать. Мы не можем сказать, вот я придумала, и будет так, 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 так. Помните, мы с вами собирались в мае встречаться в Израиле. И получилось всё иначе. Действительно, это время приучает нас, что не всё в наших руках, не всё в наших силах, но это время, которое мы с вами можем использовать для очень важной вещи, для того, чтобы искать смысл всего, что происходит с нами, чтобы остановить вот этот бег по кругу. И мы с вами ещё в конце лекции поговорим, где у нас в Суккот появляется бег по кругу. Но мы его останавливаем. И мы хотим услышать что-то очень-очень важное. И поэтому наша сегодняшняя ситуация и праздник Суккот – это просто в чём-то единое целое. Если мы сможем подняться, сможем увидеть смысл, сможем вдохновиться, изменить то, что мы можем изменить, и принять то, что изменить не можем, мы с вами войдём в этот праздник Суккот и выйдем из него с новыми силами. И мы, и наши семьи. Что ещё есть у нас удивительного в Суккот? Мы говорим в Суккот благословение особенное, которое не говорится во все остальные дни года. Мы просим Всевышнего поднять, установить, укрепить падающую Сукку Давида. Суккат Давида на фелек. Падающую Сукку. Просим его укрепи. То есть что символизирует Суккат? Сука символизирует мир, Сука символизирует гармонию простую, человеческую, разговор со Всевышним. И это у нас не всегда получается. Правда? И вот мы просим именно в этот праздник, укрепи наши усилия. Вот дай, мы очень стараемся. У нас не всё получается. У нас такая Сука немножко кривенькая, немножко косенькая, немножко падающая. Но мы просим тебя. Вот мы сделали то, что мы могли. Мы делаем то, что мы можем. Пожалуйста, помоги, поставь её, укрепи усилий. И я всем-всем-всем желаю, чтобы именно в этот Суккат вы почувствовали, что Всевышний даёт ответ вашим усилиям. Пусть даже самым маленьким. Пусть даже таким, который, кажется, может быть ничтожным. Вам или кому-то нет ничтожных усилий. Мы просим Всевышнего укрепить дело наших рук. Что ещё удивительно у нас с вами в Суккот? В Суккот у нас удивительно то, что мы в течение семи дней праздника, может быть, многие из вас слышали, приглашаем к себе гостей. На иврите эти гости называются ушпизин, как раз от слова гостеприимства, арамейского слова гостеприимства. И это не просто гости, это о-хо-хо, какие почётные гости. К нам приходят Авраам, Ицхак, Иаков, Моше, Аарон, Йосеф и Давид. Семь гостей, семь таких столпов нашей с вами истории, которая не просто история, которая живёт у нас, если мы, естественно, умеем слышать эти голоса. И вот сама эта идея, мы не просто как бы говорим о них, мы не просто читаем про них, а вот ушпизин эти гости к нам приходят. Мы можем сказать, да, это какая-то там мистинь. Дело тут не только в мистике. Удивительная сила еврейского наследия заключается в том, что если мы говорим, что к нам они приходят, они действительно приходят и дают нам силы. Мы действительно умеем вчитаться, вслушаться в эти образы, и они становятся нашими. И сегодня это тоже так или иначе прозвучит. И действительно в этом сила еврейского наследия и еврейского образа мышления. Посмотрите, мы с вами находимся достаточно далеко. Я думаю, что в смысле физического расстояния гораздо дальше, чем, скажем, прохожий, который у вас где-то там за окном. У нас, кстати, почти нет прохожих. Если у вас есть прохожие, у нас не очень. Но там есть какая-то физическая близость, маленькое расстояние. Но кто из нас сейчас ближе? Конечно же, мы с вами. И мы вот эту возможность ощущать далёких, близкими, причём не просто как-то отвлечённо в абстрактном смысле, а вот здесь, сидящими рядом, как мы с вами ощущаем друг друга, это потрясающая мощная сила еврейского наследия. И в этом мы снова и снова убеждаемся в Суккот. И особенно в этот Суккот. Особенно в этот трудный Суккот 2020 года, когда нам нужна вся сила Духа для того, чтобы почувствовать далёких, близкими, что они здесь у нас с вами, вот здесь, в гостях. И поэтому я начну в этот раз с детей. Как я уже сказала в начале нашего урока, Суккот очень богат всякими практическими вещами. Когда начинается, приближается только праздник Суккот, все там начинают, бегают с какими-то верёвками, с палками, как это, в общем, как на русском есть такое новое слово – движуха. Вот все что-то делают. Он очень практический в этом плане праздник. Он даёт, может быть, людям очень таким деятельным, практичным показать себя. Потому что очень много всего надо сделать, собрать, построить. И хитрость в том, чтобы дети были с нами. Даже если вы не строите Суку, или если Сука находится где-то в каком-то общинном центре, или вообще, в принципе, реально нет возможности. Я сделала всё равно вовлечь детей в атмосферу праздника. Пусть маленькой подделкой, пусть картинкой, пусть раскраской. Это то замечательное, что мы можем им дать. И это не меньше, чем слова. И это не меньше, чем так называемые какие-то красивые речи или объяснения. А иногда даже больше. Я хочу вам... Во-первых, когда дети у нас маленькие, в чём-то Суккот, как и любой еврейский праздник, очень сильно зависит от нас. Дети на самом деле будут радоваться любым подделкам, особенно если мы их повесим, покажем, сфотографируем ребёнка с этой подделкой. Да, это будет работать. Раскраска, да? Дети становятся постарше, и вы уже не можете их просто подсадить с листочком. Вы уже не можете просто сказать, «Вау, как красиво!» Они уже, подростки, начинают как бы так на всё это смотреть. Тем более сложность и красота, и сложность еврейского мира в том, что праздники повторяются каждый год. И если в 5 лет ребёнок был счастлив от того, что ему повесили сюда свечку в хануку, то в 13 лет это уже не сработает. Поэтому я хочу вам сегодня показать, что мы пытались делать в Суккот, когда детки наши стали уже постарше, уже не просто малыши. Пока они были малыши, это всё было очень легко, мило, и они с удовольствием включались в любую игру. А вот когда они стали постарше, уже потребовалось больше усилий. Сейчас я вам покажу. Итак, это наш Сука 2017 года. Вам видно, я надеюсь, да? Это Сука, на самом деле, кит левьятан. Это не просто так детская игра. Дело в том, что по многим еврейским медрашам, которые пытаются вообще понять, как всё будет, когда воцарится полностью мир, созданный Всевышним, когда придёт Машех, когда придут, значит, когда закончатся земные страдания и наступит какой-то очень желаемый нами всеми мир, хотя мы не знаем, как это будет, мы не знаем. Но есть такая легенда, такое предание, такой медраж, который говорит, что праведники будут сидеть в суке, в шалашике, из кожи побеждённого чудовища, кита левьятана. И вот здесь вот то, что, если вы видите, здесь написано, чтобы мы все удостоились вот этой вот суки из кожи левьятана, из кожи кита. И вот такой кит у нас с детьми получился. Это была абсолютно их идея. Мне вообще в голову такое не пришло. Видите, с глазками, с ротиком, всё как положено. Естественно, у нас вот ещё одна картинка. Естественно, у нас сразу появились актёры. Это, кстати, тоже замечательная вещь, когда ребёнок может включиться в игру. Вот она, даже немножко в другом ракурсе. И внутри украшения суки – это совершенно особенное, потрясающее мероприятие, которое может оказаться причиной для ссор. «Ты мне дал, ты мне не дал, я тут повешу, то тут повешу, ты повесила, моё заслонила». А может оказаться совершенно потрясающим семейным проектом, в котором время будет и место будет каждому. Вот так это выглядело изнутри. Я немножечко расскажу. Вот здесь одна из дочерей повесила своих любимых еврейских героев, героев современности. Мы тут видим и Рава Кука, и Рава Шлома Горена, который трубил в шофар, когда Израиль завоевал, освободил Иерусалим. И вот эту стену плача, стену плача, у которой мы с вами были. И здесь есть вот Хофицхайм, человек, который научил нас, Рав, который научил нас беречь язык, не предаваться сплетням. Это очень важные качества. И это то, что девочка посчитала, что вот я хочу, вот тут ещё несколько образов, я хочу, я хочу их повесить, я хочу, чтобы с ними познакомились. Вторая дочка удивила нас вообще какой-то совершенно потрясающей вещью, о которой мы, может быть, даже сами не знали. Она про каждого гостя, вот этого из этих ушпизин. Она сказала, чему нас, это текст на иврите, я вам просто помогу, чему нас может научить Яков Авину, отец наш Яков. И действительно, какие-то такие замечательные вещи, чему мы учимся из истории про него, где мы можем сами над собой поработать, думая про образ Якова. И мы знаем, что там действительно это очень интересный такой персонаж для нас с вами. Вот то же самое, например, про Ицхака, про Авраама. То есть из каждого Авраама, мы очень часто говорим про Авраама, как человеку, у которого мы учимся, хэседу, милосердию. И вот у него там целый сборник каких-то высказываний сидела, что-то там печатала на иврите, целый сборник высказываний о том, как в себе развить вот это качество милосердия, качество хэседа. Кстати, это такой предлог действительно поблагодарить всех-всех-всех участниц в компании по сбору средств для продолжения деятельности Моментума, все, кто прислал теплые отзывы, даже самые маленькие какие-то суммы. Это все очень-очень важно, замечательно. Это греет. Это вся та же цепочка добрых дел, цепочка милосердия, которая нам так с вами нужна всегда, а в эти тяжелые времена особенно. Эта сука у нас была через год после этого. Она уже, как видите, совсем другая. И дети были уже другого возраста, и идеи у них были другие. Это сука, которая напоминает подводную лодку. Так им захотелось. Видите, вот этот вот замечательный водолаз. Здесь можно просовывать мордочку и фотографироваться. И надо сказать, что очень много соседских детей и детей из нашей общины приходили фотографироваться с этим водолазом. Опять же, по теме, может быть, это не полностью подходит к теме сука с одной стороны. Но с другой стороны, если люди сумели, дети, причем это были их абсолютные идеи, если они сумели организовать что-то, что привлекло остальных, прекрасно. Ведь дело в том, что суккот, к сожалению, в этом году мы не так уж можем это выполнить, но суккот – это праздник сбора гостей. И обычно, когда нет вот этого карантина, нет ограничений, сука – это просто какой-то потрясающий проходной двор. Мы этих приглашаем, мы этих приглашаем, а эти к нам приглашают. А мы идем к ним, а они уже в это время идут к нам на встречу, чтобы прийти в нашу суку. И если дети придумали сделать что-то аттрактивное, что привлекает гостей, и гости проводят время с удовольствием – прекрасно. Почему бы нет? То есть это тоже была такая интересная форма. Кстати, надо обратить внимание, что на стенке этой суки мы видим окна, как будто бы они фотографировали это за стеклами, действительно за настоящим стеклом, как будто бы это обитатели вот этой подводной лодки смотрят на окружающий мир, то есть на окружающий вот этот водный мир, вот эти вот распластанные мордашки, и все это была очень смешная такая, как бы смешная такая черта. Но за всем этим смехом есть одна очень-очень важная вещь. Чем чаще, чем больше семья будет видеть всех своих членов вместе, чем больше будет вот этого вот ощущения, даже чисто визуального, что мы единое целое, мы очень разные, но мы единое целое, даже если это малюсенькая семья, даже если это один ребенок, даже если… Все равно это единство, и это единство важно не только создать. Это единство важно сохранить и выразить, потому что то, что выражено, и очень часто визуально, сила визуального ряда очень мощная. Все то, что мы можем выразить и запечатлеть, будет работать, и оно будет запечатлено в детских сердцах, я вас уверяю. Вот так вот выглядела эта суха изнутри. Вы понимаете, что это та же самая суха, только теперь в другой антураж. И изнутри были окна, через которые, наоборот, можно было видеть подводный мир, как бы в котором мы путешествуем. Вот. И даже там какие-то водолазы, опять же, те же самые дети, заглядывают в эту суху. Ну, то есть что-то в этой смене перспектив, видимо, очень-очень привлекло детей, и они были настолько... То есть это возраста были с 9 до, в общем-то, 17 лет. Это не так просто. Это возраст, где детей, то есть подростков, не просто привлечь к привычным вещам в иудаизме. Это новая такая струя. И самый главный момент, наверное, заключается в том, что это был их, то, что называется, концепт, да, они тогда вот принесли вот это слово концепт, да, вот как мы видим всё, и сделать вот именно так, как мы видим, добиться вместе какого-то результата, вместе распределить поручения, кто, что, где. Это на самом деле прообраз того, как должен существовать мир, где люди помогают друг другу, взаимодействуют, где каждый привносит свою, так сказать, экспертизу, свои лучшие качества, свои таланты и знания. Вот. И я должна сказать отдельно, что это тоже не просто руль, это не просто штурвал. Этот штурвал двигался. И обеспечить то, что штурвал двигается, смог мой папа, дедушка семейства. Какие-то там болты, какие-то там закрепки-скрепки, в общем, этот штурвал крутился. Дети были в полном восторге, и наши, и те, кто приходил к нам. И самое главное – это умение включить всех членов семьи. Должно найтись дело и дедушки, и бабушки, и, опять же, будь это сука, будь это праздничный стол. Очень важно, чтобы люди чувствовали себя частью. Об этом наш праздник. Чувствовать себя частью большого целого. И вот когда приезжает дедушка, и ему тоже находится дело, и вокруг него всё. Вот это, наверное, самое главное умение введения еврейской семьи. Разновозрастные дети, разные поколения внутри семьи, и при этом должно создаваться единое целое. Чем чаще, тем лучше. И праздники – это потрясающая арена для этого. Последнее слово про эту суку под названием «Подводная лодка», что, как видите, начало оформления праздничного стола. У нас ещё здесь нет праздничных блюд, но уже плывут кораблики, и рыбки, и кораллы. Это был труд моей младшей дочери. Она в тот момент интересовалась этим, и этому тоже нашлось место. И это, на самом деле, замечательно. А это у нас сука уже следующего. Это уже была прошлого года сука. Здесь они немножко поиграли со словами. На иврите конфетка будет сукария. Сукар – это сахар, а конфетка – сукария. Так вот это у нас, они говорили, мы приглашаем в нашу сукарию, сукария. И вот видите, всё украшено вот этими конфетками. И тут вот, если вы видите в уголочке бельё, которое не успели разобрать до конца, и это, конечно, может быть, минус в личное дело, но, честно говоря, для того, чтобы освободить место творчеству, иногда приходится мириться с тем, что здесь не доделано, там не доделано. Ну, хорошо, значит, это не идеально. И тем не менее происходит живая жизнь, происходит вот это живое общение, и что-то выстраивается. Да, вот у нас такая сукария. Да, вот как это выяснили. Вот тут как раз написано, приходите в нашу сукарию, сука-сукария. Да. И, как я уже говорила, очень-очень важно, чтобы дети увидели себя как можно больше, как можно чаще, чаще с плодами своего труда. И вот видите, это конфетки вы исполнили, и автор этих конфеток, и еще одно украшение на сукот. Я не жалею дигитальной камеры. Раньше говорили, не жалею пленки. Но когда были пленки, я их тоже не жалею. Все надо снимать, все надо оставлять. Фотография и видео, это сейчас настолько доступно, но это огромное, огромное, потрясающее средство для нас, родителей, добиваться своих целей. Грубо говоря, поставьте ребенка, сфотографируйте его там, где вы бы его хотели видеть, выполняющим какие-то митцвот, делающим какие-то замечательные подарки, украшающим суку, или праздничный стол, или что-то еще, и вы уже наполовину помогли этому ребенку быть там, где вы его хотите видеть. Не пропускайте этой возможности, это очень-очень важно. Ну и последняя вещь в этой презентации, потом поговорим о других моментах тоже. У нас в Израиле сукот не обходится без цепочек, да, и детки с удовольствием их делают, и их можно сделать даже, если у вас нет возможности построить сукку. И если даже вы, например, имеете одну сукку в каком-то общинном центре или где-то вы можете принести, попытаться, во всяком случае, принести туда свои украшения, эти сучки, это, конечно, для нас часть сукота. И вы можете... А, одну секунду, я уже забыла сказать, что у нас, например, были друзья, ребенок возраста нашего старшего сына, который сукку не ставили, но много-много лет этот ребенок считал своим долгом, что свои цепочки и свои поделки он принесет в нашу сукку, повесит, и им будет место. Оля, можете, пожалуйста, поменять, закрыть презентацию, чтобы я могла продолжать рассказ. Вот. И вот эти самые цепочки делаются очень просто. Я вам сейчас покажу. То есть... Ну, это, по-моему, даже и так понятно. Вот колечко. Вот в него вставляется еще одно колечко. Как раз занятие для тех, кто в карантине. Можно делать эти цепочки бесконечно. Я очень хотела найти фотографию, где в какой-то год наши дети сделали цепочку, длина которой была 30 метров. Но фотографию эту не нашла. Это действительно, если я еще увижу, найду ее до сукоты, я вам ее пришлю. Как я сказала, я фотографирую много, и поэтому далеко не всегда могу найти то, что хочу. И она прям действительно фотография, как склон горы, весь вот в этой вот так вот цепочка вытягивается. Что удивительного в этих сукотных цепочках? Я в них вижу вот эти цепочки добрых дел, цепочки внимания, где все цепляется одно за другое. Есть замечательное высказывание, которое говорит, что доброе дело тянет за собой доброе дело. А какие-то отступления, какие-то шатания тянут за собой еще отступление, обман тянет обман. Так вот, если мы с вами можем продолжать вот эти цепочки с детьми, каждый вставляет свое звено, каждый вставляет свое слово, каждый вставляет свою мысль, свое предложение. Очень важно принимать детские предложения. Это одно из потрясающих переживаний для ребенка, когда он что-то предложил, и семья это приняла. Это вещи, которые необходимо им создавать. Это тоже успех внутренний, создает внутреннюю уверенность и у малышей, и у подростков. И поэтому вот эти вот цепочки, они должны обязательно включать в нас всех. Они должны быть длинными, они должны быть уверенными, и мы просто можем постараться, чтобы они не разрывались. Потому что по большому счету, что такое иудаизм? Это самая цепочка. Мы с вами представители общества, в котором цепочка иудаизма практически, не до конца, до конца никогда ничего не рвется, но практически была под угрозой полного разрыва, очень сильно прервалась в Советском Союзе вот эта вот цепочка еврейства. И мы с вами имеем очень-очень почетную миссию эти цепочки закрывать обратно, соединять. И посмотрите, чем прекрасна цепочка. Дети иногда расстраиваются. Ты наступил в пылу работы в суке, да, наступил на одно звено, упс, разорвалась. И кажется, ой, всё, цепочка разорвалась. Она разрывается в одном звене, мы его можем обратно собрать. И мы с вами то самое звено, которое собирает цепочку иудаизма вот с тех-с тех самых давних дней, откуда приходят к нам гости, откуда приходят к нам Мушкезин, Авраам, Цхак, Яку и так далее. И мы соединяем это с современностью. И именно поэтому это удивительный праздник. И это праздник, в котором есть место и детству, с его смехом, с его шутками, и взрослому миру с его мудростью, с его поисками. И это тоже своего рода цепочка соединить детство и мудрость. Дело в том, что именно в Суккот, мы с вами читаем в Шаббат, в Суккот, в этот раз это совпадает с первым праздником, с первым днём праздника, мы читаем книгу, свиток Коэлит, Мигелат Коэлит. На русский это часто переводится «экклезиаст», но это, ну, правильное ивритское название – это Коэлит. И посмотрите, нигде так ясно не звучит та мысль, о которой мы очень-очень много говорили на наших встречах в стране Израиля и потом на наших виртуальных встречах. Мысль о том, что мир, человек может как бы достичь всего и продолжать чувствовать пустоту. Вот это высказывание, суета всех сует, суета, суета, погоня за ветром – это оттуда, это из Коэлита. Коэлит написан по согласно еврейской традиции царём Шломо в очень преклонные годы, когда он уже очень-очень-очень мудр, наученный жизнью. И ведётся рассказ о том, что мы видим человека, который достиг всего. Всё у него есть – и богатство, и почитатели, и влияние, и чего только нет. И всё равно человек ощущает пустоту. Всё крутится, крутится, ничего нового под солнцем. Вы узнаёте эти звуки. Возьмите обязательно Коэлит, он есть в любом издании Танаха, в книге «Ктувин», «Писание». Обязательно перечитайте в Суккот, или прочитайте впервые. Это очень интересный текст. И вот он говорит, я хожу по кругу, нет ничего нового. Нет ни в чём смысла. И отсюда же, из книги Коэлит, есть вот эти замечательные стихи, о которых мы с вами, которые мы очень часто вспоминаем в разных контекстах, что время, всему есть своё время, время жить, время убирать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время радоваться, время плакать. И удивительно, что сам Суккот, может быть, самый детский праздник, и в то же время самый мудрый, самый такой взрослый праздник, потому что мы не случайно читаем книгу Коэлита. Посмотрите, какие вопросы задаются. И это те самые вопросы, которые Всевышний хочет, чтобы мы, да, задавали себе, и не отпускали себя без ответа, пока мы не найдём смысл. И где же наш Коэлит, разочаровавшийся, казалось бы, во всём, находит смысл? В самом конце книги мы с вами читаем потрясающую фразу, потрясающее такое окончание книги. Секундочку. Послушаем всему заключение. Бойся, Бога бойся, и соблюдай Его заветы, потому что в этом вся суть человека. То есть, что получается, что вот это вот ощущение присутствия Бога, то, что сильнее всего, может быть, ощущается, когда ты сидишь в суке, незащищённый вот этим домашним комфортом, вот этим миром, где, может быть, мы достигли с помощью прогресса всего, ну почти всего, кроме внутреннего мира, кроме мира с самим собой, кроме мира с ближними. И вот тут-то вот мы и ощущаем эту связь со Всевышним. И также вспомнит, мы вспомним, что в Куэлити также говорится о том, что человек должен радоваться своему ежедневному труду, женщине, с которой он, жене, с которой он живёт, с которым они строят отношения. То есть вот эти вот простые радости. И я слышала замечательный урок по Куэлиту, такого очень интересного современного раввина по имени Бенни Лау. Он племянник очень известного рава Исраэля мира, Лау, и я уже упоминала его в наших уроках. Это был то, что мы называем Ницоль Шоа, человек, выживший в катастрофе, и он был потом впоследствии главным раввином Исраэля, и спас его его собственный старший брат по имени Нафтали, и вот этот рав Бенни Лау это сын этого Нафтали, то есть племянник рава Мейра, Исраэля Мейра Лау. Так вот, в своём уроке он говорил о том, что Куэлит очень-очень долго объясняя, как мы ходим по кругам и как ничего не приносит настоящей радости на самом деле во-первых, наводит порядок. Вот эта вот мысль о том, что время плакать, время смеяться, время обнимать, время отдаляться от объятий это в общем-то вся наша с вами жизнь, в которой есть место всему и радости, и печали, и если мы только умеем найти смысл и там, и там. И ещё он говорит о том, что Куэлит на самом деле в нескольких строчках воспевает радость обычной повседневной жизни. Он называет это «радость пекущего хлеба». То есть человека, который встаёт каждый день, и ему есть что делать. Есть хлеб, который он печёт, есть жена или в нашей ситуации партнёр, к которому мы радуемся, есть дети, которых мы воспитываем, которым мы тоже радуемся. И есть вот эта связь с Богом. Ведь страх перед Богом это не означает, что мы сидим и дрожим и не понимаем, что же нам теперь делать. Связь с Богом это ощущение Его присутствия. И вот это то, о чём говорит нам Куэлит. И вот эта радость пекущего хлеба, радость встающего на рассвете, радость быть востребованным. И всё это буквально в нескольких строчек, умещается в нескольких строчках, в то время как поиски и хождения по кругам занимают целых 12 глав. То есть это книга Куэлит, которую можно читать бесконечно, которой можно учиться и в которой мы можем увидеть на самом деле ответы на самые сложные вопросы, которые будут возникать снова. Ведь вот этот момент кругов и вопросов, которые возникают заново и заново, это и есть наша жизнь. Но дело в том, что это не замкнутые круги. Это не то, что как бы, я не знаю, какое-нибудь привязанное животное, привязанное к дереву, ходит по кругу. А мы нет, мы не ходим по кругу, потому что мы на самом деле с этими кругами поднимаемся по спирали вверх. Ведь каждый раз на новом витке, на новом празднике, который бывает раз в год, мы по-настоящему поднимаемся еще на одну ступенечку, еще на одну ступенечку. И с нами поднимаются наши дети. И это действительно потрясающая сила всех праздников и особого Суккота. Что еще можно очень интересно рассказать о Суккоте? Дело в том, что это праздник, который у нас заповедан в Торе. Это не позднее, он очень-очень раннее. У нас с вами есть три праздника. Песах, Шавуот и Суккот. Это праздники, в которые евреи собирались со всех концов Эры Цесраэль. И даже те, кто жили за пределами Эры Цесраэль, собирались и все вместе поднимались, поднимались, поднимались куда? В Иерусалим, там, где мы с вами познакомились с многими из вас. Поднимались в храм. И это то, чего у нас с вами нет сейчас. Как мы можем представить себе празднование Суккота? Какое-то совершенно колоссальное, огромное, страшно веселое свадьба. Есть в Талмуде такое высказывание, что мудрецы просили всех, кто живет не так уж далеко от Иерусалима, приносить плоды, приносить первинки плодов в Иерусалим. Обычно, в принципе, можно было их просто выкупить, потому что не так просто тащить за собой плоды. Но именно в Суккот хотели, чтобы вот эти вот рынки Иерусалима были переполнены фруктами страны Израиля, чтобы они радовали глаз, чтобы они радовали своей свежестью, своим вкусом. И вот этот антураж красивый, мы подходим к храму через вот эти прилавки с фруктами страны Израиля. И удивительен сам храм. Мы с вами знаем очень много преданий. И, может быть, даже в Иерусалиме напротив стены плача вы видели макет вот этой вот красивейшей миноры. Это вообще наш с вами символ. То есть как только мы видим вот это очертание, что-то сразу такое еврейское поднимается в душе. Я не знаю, у вас, наверное, тоже, я думаю. И эта восхитительная минора, она была создана из цельного куска золота, и она вот так вот светилась всеми огнями, и освещала просто весь Иерусалим из храма, исходил свет на весь Иерусалим. Это было очень-очень-очень красиво. И внутри храма тоже происходили своего рода чудеса. Толмуд рассказывает нам, что когда люди стояли, было очень-очень тесно. Но когда они должны были в ходе молитвы, в ходе жертвоприношения поклониться или там даже пастниц, вдруг становилось просторно. И действительно, это удивительное свойство суки и удивительное свойство того, что мы называем мир, вот этот внутренний мир, шалом, вот это вот заветное слово шалом, что всем хватает места. И сука с её теснотой, с её вот этим маленьким пространством, это действительно полигон для нас с вами принять всех, кто у них сидит, дать всем место, потому что тесно становится тем, кто ссорится. А те, кто умеет раскрыть душу, раскрыть сердце, принять всех такими, какие они есть, без условий. Мы все в таком случае прикасаемся к этому удивительному чуду храма, когда кажется, что и так-то места мало, как ещё можно, что ещё можно. И вдруг оказывается, что на самом деле просторно. На самом деле просторно. Так вот, чтобы в наших домах было просторно. Неважно, сколько у нас есть жилплощади, чтобы было просторно. И мы знаем действительно, что одна из очень-очень важных заповедей Суккота – это заповедь о мире, гостеприимстве и принятии всех других людей, как это было в храме. И заповедь о свете. Вот такая вот радость. И когда мы особенно вот эту радость, вот эту светлую-светлую радость ощущаем, в храме был такой обычай, который не происходил ни в какие другие праздники. На жертвенник, где обычно приносились жертвенные животные, возливали воду. Был такой источник шилох, и Майяна Шилох, источник шилох, и оттуда приносили воду и возливали ее на жертвенник. И все это происходило с песнями, все это происходило с какими-то радостными молитвами. И все в этом могли участвовать. Было место для мужчин, было место для женщин, и даже для детей было место. И вот это то, что мы обязательно должны сохранить. И сейчас мы не имеем вот этой, естественно, возможности ничего делать в храме. И тем не менее, еврейский мир сохранил потрясающий обычай в Суккот устраивать то, что мы называем Симхат Бейт Хашуэва. Радость возлияния воды. О чем мы просим? Почему это радость? Во-первых, это радость, потому что чисто, еще мы видим истории, с точки зрения сельского хозяйства, это время, когда мы закончили свои усилия. Мы собрали урожай. Не то, чтобы я собираю урожай, но мы можем представить тех людей, которые питались плодами земли, собрали урожай, закончили вот эти вот все тяжелые сельскохозяйственные работы. Теперь можно радоваться. Но не просто радоваться, там, упиваться, да, это несчастье какого-то, не знаю, оргия Диониса, не дай бог, да, а это радость вот этого возлияния воды на жертвенник, просьба Всевышнего. Вот мы сделали свои усилия, теперь, пожалуйста, в твоих руках дождь на наши посевы. Мы знаем, что страна Израиля живет дождем, да, в этом году мы знаем, что у нас при всех несчастьях и бедах и тяжелейших ситуациях, в которых мы находимся, есть огромное чудо. У нас переполнился Кенерет. Если вы были, если вы помните в Израиле вот это красивое-красивое, абсолютно потрясающее озеро Кенерет, которое много-много лет было высохшим, очень сильно уменьшилось в объеме, и в этом году было столько воды, что Кенерет практически дошел до своих исконных размеров, и это, конечно, потрясающе. Это очень красиво, это знак благодати. То есть, понимаете, здесь происходит наглядное, такая вот модель того, как мы можем очень здоровым образом относиться к собственной жизни и к собственным усилиям. Вот мы делаем, что можем. Вот наша сельскохозяйственная страда заканчивается. А теперь, Всевышний, мы очень-очень просим тебя, пожалуйста, прими наши усилия, поддержи их, и дай всему осуществиться, всему, что мы подготовили. То есть, с одной стороны, мы не ищем какого-то, значит, спасителя, который потянет нас вверх, а мы подожмем ножки и будем висеть там, не знаю, в облаках каких-то. Это все не еврейский образ жизни. И в то же время, мы не будем такими, как в самом начале описывает Коэлит, когда он бегает-бегает вот в этой суете. Почему мы бегаем? Потому что все зависит от нас. Ведь если мы тут не посеем, не прям как-то... Ой, опоздаем, опоздаем, не посеем, не пожнем. Помните? По-моему, это в каком-то из детских фильмов было. Не-не-не, так тоже не работает. Вот наши усилия, и вот твой ответ Всевышний. Мы просим об этом вот ответе на наши усилия. И важно и наши ожидания, и наша молитва, и наши труды, которые мы все-таки с вами сделаем. Делаем и продолжаем делать. И когда-то мы с вами говорили о восхитительной книге Перкея Вот «Поучение отцов». И мы говорили о прекрасной абсолютной фразе «Не нам с вами работу закончить, но и не нам с вами от нее уклониться». И это вот именно, вот эта потрясающая мудрость сделать максимум усилий, но не до такой точки, что ты умираешь абсолютно и не можешь продолжать. И не до такой точки, когда ты просто теряешь абсолютно какое-то присутствие духа от того, что ты чувствуешь, что все-все-все-все зависит от меня. Вот это правильная грань. И именно этому учит нас Сухкот. И вот эта радость, которую мы называем «Симхат Бейта Шаева» «Радость возлияния воды на жертвенника». То есть это очень тоже интересный и важный момент в Сухкот и важный момент в нашей жизни. И заканчивается праздник Сухкот потрясающим, потрясающим абсолютно праздником, праздником, который мы с вами называем «Симхат Тора», «Радость Торы». И, конечно, про праздник Симхат Тора можно вообще отдельные уроки вести, и конца этому не будет. Но я знаю, что для очень-очень многих евреев именно Симхат Тора – это тот праздник, к которому очень легко подключиться душой. И если действительно где-то что-то есть, пусть даже по Zoom, пусть может быть где-то в каких-то общинах что-то и происходит, и в нашей жизни, постарайтесь к этому подключиться. А если нет, то можно постараться устроить эту радость внутри дома, устроить вот это вот счастье, вот это вот ощущение, что при всех трудностях нам есть за что держаться. Праздник Симхат Тору танцует со свитками Торы. Есть потрясающая-потрясающая фраза из еврейской молитвы «Эцха им ги она – дерево жизни», «Без ней для тех, кто за неё держится». И когда я слышу эту фразу, я думаю о двух вещах. Во-первых, передо мной сразу представляются вот эти вот евреи, танцующие со свитками Торы, и это действительно праздник, который захватывает. И мы знаем, что для очень многих советских евреев в тёмные-тёмные времена, когда про еврейство-то и заикаться было нельзя, но были люди, которые смельчаки, которые, да, приходили в синагогу на праздник Симхат Тору, и действительно это был, может быть, самый массовый для них праздник, это была какая-то определённая точка отчёта. Мы при этом можем вспоминать царя Давида. О нём рассказано, что он так выплясывался с видком Торы, что его собственная жена сказала, что ты тут делаешь? Это же как-то неприлично вроде бы как царю. Но царя Давида вопросы приличия на тот момент не волновали ни вопросы приличия, ни вопросы престижа, ни вопросы того, как ты выглядишь, как на тебя посмотрят, как и что про тебя напишут, скажут, или сколько лайков тебе поставят. Это всё никого не интересует. Потому что есть вот эта наша радость, есть вот эта Тора, которую мы обнимаем и за которую мы стараемся держаться, потому что эта фраза, дерево жизни, она для тех, кто за неё держится, имеет действительно два вот этих вот кусочка. Она действительно дерево жизни, но мы должны проявить свои усилия, чтобы держаться за неё, чтобы обнимать её. И второй момент, который мне эта фраза напоминает, я помню, что у меня был очень тяжёлый в жизни такой период с маленьким ребёнком, как-то всё... И я помнила, что вот если я смогу дойти, успеть дойти в синагогу, хотя бы, это уже ближе к концу, хотя бы, когда звучит это вот «Эцха им гили махазики мба», «Дерево жизни», она для тех, кто за неё держится, значит, всё будет в порядке. Значит, будет шабан, будет следующая неделя. Иногда нужно действительно сделать вот эти шаги. И у каждого они свои. И у кого-то что-то почитать, у кого-то сесть с детьми, сделать что-то очень праздничное, у кого-то встретиться, если мы сейчас не можем, значит, как-то виртуально встретиться с людьми, которые поддерживают у нас вот этот еврейский дух, оптимистический дух, потому что причин для того, чтобы унывать, есть больше, чем можно себе даже представить. Поэтому мы найдём причины для того, чтобы не унывать, для того, чтобы прицепиться к этой разнице. Мы найдём людей, которые поддержат в нас эту радость. И вполне возможно, что для вас это станут, ваши сёстры, движение «Моментум». Наше время, время тяжёлое, время вызовов, но это время и удивительных подарков тоже. Я, например, вдруг неожиданно раскрыла, что самый лучший подарок, который можно прислать, иногда это детские фотографии. Я вдруг, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, я как Коэлит, ходим по кругу. Я вдруг поняла, что у меня в компьютере просто клондайк. Те мамы, у которых дети воспитывались вместе с нашими, как-то мы где-то вместе оказывались на каких-то праздниках, они имеют свои фотографии. То, что есть у меня, у них этого нет. и вдруг я поняла, что когда ты посылаешь какие-то детские фотографии детей или наших каких-то сдавних, вдруг как-то всё оживает. Понятно, что они где-то есть, эти фотографии, но они где-то запрятаны. Вот, пожалуйста, вам пример, как можно найти живинку, оживить, поделиться и порадоваться вместе. Но я абсолютно уверена, что у каждой из вас есть свой способ, как найти эту радость, как за неё удержаться и как раскрыть потом руки и поделиться с теми, кто эту радость с вами разделит, умножит, удвоит, утроит. Конца этому нет, потому что именно так работают наши еврейские цепочки. Звено за звеном, звено за звеном рождается вот эта связь. Спасибо вам огромное, что мы были сегодня вместе. Если у вас есть вопросы, если вы хотите что-то высказать, пожалуйста, вы можете открыть микрофоны, вы можете написать. Если это Facebook, мы с вами можем потом, я могу потом ответить. Можете предложить своим детям сделать такие вот цепочки. Пришлите нам, сфотографируйте, мы увидим, куда эти цепочки приведут. Можете в этих цепочках писать пожелания. Везде, где вы сможете внести в общий каркас какую-то свою личную нотку, вы выйдете победителями. Всего доброго вам, радостного, светлого суккота и хорошего года всем нам и сёстрам движения Моментум и всему Израилю, и всему миру. Спасибо вам большое, что вы с нами. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Хак Самея. Да. Спасибо. 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 Спасибо.